Привет, друзья! Я хочу обратить ваше внимание на одну проблему, связанную с лишним весом. В основном эта проблема касается мужчин, но в некоторой степени задевает и некоторых женщин. Как я многократно уже говорил в своих видео, повторяя за Фрейдом, нашей жизни управляет в основном подсознание. То есть если нарисовать в виде айсберга какого-то большого, не ругайте за как я это все рисую, то получается вот как бы поверхность воды, основное тело айсберга это у нас подсознание, а сознание это всего лишь верхушечка такая, надстроечка. То есть в основном в нашей жизни управляет подсознание и зачастую люди испытывают какие-то вещи, чувствуют какие-то вещи, переживают какие-то вещи, которые не могут объяснить, выразить словами. Но тем не менее они их чувствуют. И собственно к сути проблемы, переходим, есть такая ситуация, когда человек в массе, такой упитанный, полный человек, он попросту ну как-то боится что ли, ну вот он как-то не может, не хочет становиться маленьким, таким как бы подтянутым. Ну для него это маленький получается. Потому что он не знает как взаимодействовать с людьми, то есть у него взаимодействие с людьми происходит именно на животном уровне. То есть вот как бы его айсберг, вот там рядом чей-то айсберг и именно вот этими частями человек взаимодействует. И получается ему просто нужна масса тела, чтобы выглядеть более грозным, чтобы заполнять больше места в комнате, чтобы вот именно на животном уровне представлять более внушительное такое впечатление. Что вот мол если что я тебя подавлю, я просто ну как бы я больше тебя, ты меня не можешь там ничего мне сделать. Ведь ну наверное вы как-то себе представляете, что если человек никаким спортом не занимается, а просто он огромный-огромный, то какой-то очень-очень маленький каратист все-таки ну ему трудно этого человека даже вырубить, да, что-то с ним сделать. Вот поэтому, ну вот на чисто животном уровне масса, она так вот морально спасает, она позволяет ну как-то немножко доминировать. И я неоднократно встречал людей, которые вот как я уже сказал, они не могут это выразить, не могут объяснить словами, но тем не менее они используют так свою массу. И смотришь на человека, вот он ходит, он обременен там хорошими какими-то идеями, он думает о прекрасном. Вот когда речь заходит о здоровье, он да-да-да, конечно, обязательно надо. И вот говорит, ну я там не могу заставить себя, у меня нет там силы воли, чтоб я там начал худеть. Я там не могу сам куда-то там выйти и начать там бегать или хотя бы какие-то длительные прогулки сначала совершать. И говоришь ему, ну ты вот там сидишь периодически без дела, мы живем недалеко. Давай я за тобой зайду и походим еще не просто так, а там куда-то по каким-то интересным делам давай. Давай, то есть ну со мной, знаешь, я же как бы, ну мы общаемся, да, и ты уже будешь как бы на виду, и ты уже будешь, ну ты же никуда не денешься, ты же там не развернешься демонстративно. И человек прячет глаза и говорит, да-да, ну я тут в общем, я тут занят, в общем тут там. И общаешься с ним, ну год общаешься, два года общаешься, а человек занят все время. То есть у него отговорок уже не осталось, ну вот он просто прячет глаза и осознает, что что-то с ним не так, но он не может выразить, он не может на вот этом уровне как-то красиво сформулировать, что именно не так. Он только вот здесь чувствует, что масса тела ему нужна. И вот самый, наверное, такой, ну в памяти ближний такой знакомый, который у меня есть, он получается работал там на одной госслужбе. И, ну получается работа там такая довольно напряженная и ответственная, там непростые взаимоотношения в коллективе. И его поставили начальником, то есть он работал-работал, там очень хорошо себя показал, со временем, там проходит год, два, три. Его поставили начальником смены. И у него уже, он получается приходит домой и он говорит, а вот там есть парень, который молодой, но он выше меня, больше меня, такой подкачанный. И у меня с ним нет общего языка. И вот я не знаю, он ходит такой в панике, что мне делать, я недостаточно начальник, я плохой начальник там и все такое. Я не знаю, как с ним сладить. Зато, вот когда есть ребята такие, которые сидят в кабинетах действительно грузные такие, действительно большие, такие монументальные, с такими лицами. От них, как правило, такого не услышишь. То есть он вот такой сидит, самая здесь большая попа, там самое большое у него тут кресло, да, морда в двери не пролезает. И у него нормально, то есть любой подчиненный заходит, ну такой более худенький, да. То есть именно на животном уровне какая-то иерархия выдерживается. Что я вот здесь такой большой, я тебя подавлю, я тебя задавлю, да. И даже если на самом деле человек там какими-то единоборствами занимается и может этого вырубить, то внешне так это не очевидно. Именно на животном уровне, но вот этом, оно работает по-другому. Люди больше доверяют такому массивному. И получается, что, ну вот из-за какой-то такой низкой развитости людей, из-за того, что мы живем не на вот этом уровне, ну а зачастую, да, как бы много людей все-таки спускаются и живут на вот таких уровнях, то это очень актуальная ситуация и для многих людей это может быть открытием. Когда человек в себе это осознает, что вот мол я живу, я просто боюсь быть маленьким, боюсь быть худеньким. Вот у меня есть знакомый, который не боится. Он весил 108 килограмм. Посмотрев мой плейлист о здоровом питании, человек воспринял его всерьез. Он стал заниматься собой, бросил пить, курить, перестал есть мясо, стал заниматься там спортом. Сейчас мне отчеты под запись там в тетрадочке присылают. Сколько он там сделал пресса, отжиманий там, он купил беговую дорожку там, все такое. Все, человек стал весить 68 килограмм. То есть, ну получается 35 примерно процентов массы тела, ну около трети он сбросил точно. То есть вот 40 килограмм со 108 до 68. И все, и человек не боится. Он стал таким худеньким, как бы маленьким, улыбается такой. Мы катались на коньках неоднократно. И все прекрасно у человека. А у кого-то комплексы, кто-то не может. Так вот получается, когда вы осознаете это, ну вот если среди вас попадаются такие люди, если кто-то из вас в такой ситуации находится, то одно осознание лишь этого, оно вас уже с некого такого уровня на некий так чуть повыше уровень переставляет. То есть вы уже хотя бы осознаете эту проблему. И вы хотя бы, ну вот где-то будете ходить, думать об этом всем. И к вам могут какие-то мысли уже такие прийти, что ну а может быть я хотя бы там сделаю компромисс, пойду подкачаюсь немного. То есть я уберу какие-то бока и живот, да. Но при этом вот я там как-то подкачаюсь, может быть там даже там поем какого-то спецпитания там спортивного, да. Но там хотя бы здесь там меня как-то раздует. То есть все равно я буду такой более грозный, но при этом более привлекательный. То есть получается, знаете, такое и в воду не лезть, и рыбку съесть. Получается вроде бы масса тела там ну примерно сохранилась, только перераспределилась. Теперь я еще больше красавчик. Может быть в целом легче стал. Но при этом гораздо такой более стал привлекательный. То есть выгода в этом большая есть. Ну и как бы так одеть костюм, там пальто, ну все равно будешь такой вроде выглядеть как упитанный такой вроде бы. То есть подходы могут быть разные. Понимаете, прогресс, прорыв какой-то начинается. Именно с осознания проблемы. То есть когда вы поняли, что вот такое имеет место быть, отсюда теперь возможен прогресс. То есть знайте, самые большие проблемы у людей всегда в тех местах, где они не осознают, что есть проблема. Когда человек живет и думает, что здесь все нормально, а на самом деле проблема есть, и он ее не видит. Вот это самая большая беда. Поэтому подумайте об этой ситуации. Подумайте, нет ли такого с вами. Ну и если есть, то делайте какие-то выводы. И я надеюсь, что вы измените свое здоровье и свою жизнь к лучшему. С вами был Торвальд. Пока.